Музей-диорами «Огненная дуга» состоял из презентации документального фильма «Крылатые непокорны». Ко дню победы телеканал ГТРК «Белгород» представил итоги большого расследования о лётчике. Участники воздушных боёв над Белгородом в январе 1942 года Иване Михайловиче Янькове. Комиссар полка, старший политрук Иван Яньков, так же, как и сотни тысяч советских мальчишек, мечтающих о небе, стал военным лётчиком и пережил неимоверные испытания, выполняя служебный долг. 14 января 1942 года в паре с лейтенантом Зайцевым он вылетел на очередное боевое задание в район города Белгорода. На аэродром самолёт вернулся без него. Судьба второго пилота оставалась неизвестной. Журналисты телерадиокомпании «Белгород» попытались выяснить дальнейшую судьбу комиссара полка. Как позже лётчик напишет в своих воспоминаниях, очнулся, как в тумане. Вокруг грубая солдатская, но немецкая речь. Горечь от поражения затмила даже боль в раненой ноге. Уже ограбленного и безоружного Ивана Янькова немцы вели к машине. Работа над фильмом. Начиная от поиска информации и заканчивая съёмками заняла более 20 лет. Автор идеи сценария – «Белгородский крывет», автор и ведущий исторических программ ГТРК «Белгород» Сергей Рудешко. Фильм вышел при поддержке гуманитарного фонда «Поколение» Андрея Скотча, историка поискового клуба «Огненная дуга», военно-исторического клуба реконструкции «Подвиг». Первыми зрителями ленты в кинозале музея-диорамы стали белгородские историки, краеведы, кадеты и сотрудники регионального управления Росгвардии.